19 часов 33 минуты 39 40 41 42 секунды не совсем итоги дня у нас сегодня у нас сегодня итоги года даже больше друзья мои выслушайте финам fm если по радио то частота 99 и 6 если в интернете то адрес в адресной строке финам . fm итак мы подводим итоги уходящего 2012 года который был настолько как бы это сказать информационно насыщенным настолько объемным что часа нам мало и мы будем два часа обсуждать то что было в текущем году достойно обсуждения в чем еще отличие кроме того что мы выходим в эфир на час раньше обычного времени в студии сегодня три человека мы будем обсуждать события вместе с генеральным директором и главным редактором нашей радиостанции екатерины романовой добрый вечер катя и значит кроме екатерины еще два простужных журналиста в студии сегодня это михаил куриной он же программный директор приветствую приветствую коллега илья колосов просто колосов сегодня буду все это как придавать этому форму нашим двум часам форму придавать будет необходимо потому что у нас 12 тем на 1 2 часа и нам нужно все это очень мелко порубить для того чтобы не было несварение у нас потом поэтому господа значит я по мере поступления в двенадцатом году какой-то информации буду ее сейчас озвучивать и предлагаю вам вступать в обсуждение того о чем мы будем говорить мы конечно будем привлекать экспертов которые будут со своими комментариями выступать наши диастанции но первая тема а собственно она началась сразу вот в первый же день в первую же в первый же час наступившего двенадцатого года тема окончательного вступления в силу того самого закона о милиции и того что из него следует конечно он был еще в одиннадцатом году принят апрель май если я не ошибаюсь думу утвердила потом значит президент подписал но в двенадцатом году в январе уже все это случилось и надписи полиция появились и на автомобиле ну да то есть первые изменения которые мы все увидели ну фактически никаких уже сомнений не было да это произошло фактически 1 января мы уже проснулись полиции 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 почти ровно год назад я значит могу сказать конечно у каждого из нас есть много что на эту тему сообщить но значит у меня есть конкретный пример одно и тоже правонарушение было совершено против меня в одиннадцатом году когда еще не было полиция была милиция и в 12 ровно такое же через год и в двенадцатом когда уже была полиция я вам скажу разницы нет никакой вот просто то же самое бездействие со стороны правоохранительных органов что было год назад что было после я не знаю какие у вас впечатления от этих перемен я к счастью не сталкивалась ни с какими правонарушениями не в отношении себя не в отношении моих знакомых друзей и семьи но а то что запомнилось лично мне в течение этого года это недавнее заявление министра внутренних дел владимир колокольцева о том что цитирую практически работа выстроена таким образом что каждый факт принципиально рассматривается мы ввели принцип персональной ответственности руководителей и на 26 процентов сократилось количество взяточничеств и это при нашей позиции не скрывать подобные явления в наших рядах считаю это положительным результатом и началом долгой и кропотливой работы 17 если не ошибаюсь октября 2012 года ура товарищи мне как руководителю честно говоря просто просто слов не подобрать потому как я перед своим руководством отчитываюсь примерно таким же образом что у меня там на 25 или 20 или сколько-то там процентов за истекший период сократились расходы но чтобы взятки и ура товарищи ну вы понимаете тут ситуация следующим образом мне кажется выглядит как говорил ломоносов ежели где чего убыло то в другом месте столько же и прибыло закон сохранения энергии и в нашем случае это закон сохранения денег возможно взяточничество в процентах стало меньше то есть физически меньше милиционеров стали попадаться на фактах коррупции но средний размер взятки скорее всего вырос во всяком случае в россии бывает обычно именно так сожалению в 35 раз статистика ну вот пожалуйста но я должен сказать что началось то все еще действительно в одиннадцатом году с принятием закона а после нее и бы после вот этого принят принятого закона если мы вспомним произошла переаттестация 700 тысяч человек личного состава 700 тысяч по всей стране проходили переаттестацию кто-то конечно не прошел но мы помним чем это все закончилось это закончилось и недовольством некоторых депутатов госдумы например александр хинштейн резко очень критиковал итоги переаттестации сказал что там остались те люди которые должны были бы покинуть ряды органов внутренних дел но эти то люди как раз остались а приличные ушли мало того что называется на земле в российской глубинке исчезли участковые в результате люди остались предоставлены сами это плоды той самой оптимизации да это оптимизация переаттестация и т.д. и в результате конечно мы видим безусловно усилия руководства полиции направленные на какой-то я не знаю там наведение порядка в своих рядах но этот процесс действительно очень длительный и я думаю что даже вот с введением этой самой персональной ответственности ну вот как мы знаем да грубо говоря сержант совершает правонарушение потом следует выговор его начальству и дальше вот так вот по цепочке куда это мы вот за последние полгода наблюдаем постоянно но мы также постоянно видим что здесь сотрудник полиции кого-то сбил на пешеходном переходе там взял взятку тут со пьяные сотрудники полиции вот санкт-петербурге недавно кого-то избили и открыли стрельбу из травматики по общественному транспорту это почти каждого это я тебе скажу цветочки из того же санкт-петербурга последняя новость просто сшибает с ног да ну это 17 декабря там случилось какое-то дтп вроде как да по итогам которого был один человек убит а значит это был 37-летний мужчина как он был убит ножевые ранения 5 а тот самый 5 ножевых ранений полиция установила что после дтп водитель нанес себе пять ударов ножом область сердца по моему и поэтому умер ну то есть такого идиотизма такого вопиющего бреда раньше не было то есть переаттестованы способны на гораздо большие чудеса сказать чем обычные да это история она большой резонанс до сих пор вызывает по моему и в интернете и в средствах массовой информации существует старая и очень мрачная шутка на эту тему потерпевший упал на нож и так 13 раз да 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 это анекдот да и безусловно версия не выдерживающая никакой критики там по моему уже была медицинская экспертиза проведена и первый же удар который якобы погибший нанес себе он пришелся в область сердца врачи говорят что после такого удара человек не способен больше ни на что но он себя ударил еще четыре раза по версии полиции по версии полиции если бы в общем если бы не суд который счел что это сказать ну не похоже никак на правду то тогда возможно по поэтому бы до пути и пошло бы а дальше следствия ну что ж с полицией понятно наше примерно отношение к результатам реформы мили милиции которая превратилась в полицию поэтому я предлагаю ну как бы да процесс длительный к сожалению за год никаких прорывов в этой области не произошло вот слушай знаешь мы научились говорить как большие начальники процесс ли с чего с чего начинают руководитель нашего государства отвечать на вопрос а что вы думаете о реформе ну вы же согласны с тем что ее надо было начинать вот ответ все согласны о том эффективно неэффективно что получилось в итоге больше все с этим соглашаются и дальше разговора нет мы тоже на этом закончим эту тему и перейдем к теме на которой вообще можно говорить нам до нового года на самом деле но у нас всего 15 минут на нее оппозиция 12 год можно назвать годом оппозиции в нашей стране что можно выделить за год уходящий ну после декабрьских митингов наступили февральские знаменитая болотная ни одной из требований болотный удовлетворено не было были еще митинги дошло до майских после президентских уже выборов а был на было даже совещание по моему в огорёве или в горках если вы помните оппозиционеров туда привозили снимали телевидение обещали им сказать золотые горы тоже все сошло на нет после президентских выборов можно много сказать о о том какие сентябрь и были ночевки на чистых прудах это май это даже мая это это сразу это сразу окупая то есть как это было 6 мая митинг на бана большой каменный мост до со столкновением 7 инаугурация чистая москва 8 окупая бай понимаешь и они 8 потом же в сентябре все равно было повторение в сентябре до летом было затишье в сентябре начался новый виток а закончилось это и закончился координационным советом нет закончилось координационный совет это промежуточный итог это кстати один из немногих один из немногих результатов которые есть а закончил как я считаю тем что последний митинг не был согласован вообще вам сказали всем оппозиционерам ребят нет вот нет и все не знаю согласен ли со мной владимир рыжков один из наверно самых ярких оппозиционеров наших владимир добрый вечер я вот как бы ставлю большому сожалению минус на двенадцатом годе в том что касается эффективности деятельности оппозиции вы согласны со мной ну да в какой-то степени конечно хотя здесь я не тот человек который говорит черное-белое жизнь всегда сложнее я считаю что за этот год произошло громадное совершенно громадная активизация гражданского общества активизация волонтерских организаций подъем оппозиционных настроений и падение доверия к власти и падение поддержки власти об этом говорят все социологические центры это все связаны между собой нельзя все мерить только количеством людей на акции гораздо сложнее и я со всей определенности могу сказать что история работает не на власть не на путина история работать на перемены и готов с вами поспорить как говорится побиться об заклад что в тринадцатом году перемены будут в нашей стране еще более серьезными еще более быстрыми что касается падение рейтинга я тут с вами должен вынужден не согласиться что я за этим слежу регулярно и вот те опросы общественного мнения которые проводились разными службами разными институтами в декабре говорят все о том же значит доверие рейтинг доверия от 35 до 45 а он так и держится год нет я вот просто видимо вы смотрите по диагонали а я смотрю немножко поглубже уж извините буквально вчера лев гудков директор левада центр подводил итоги года и сказал что за последние три года ядро поддержки это те кто активно и ворочно поддерживает путина и медведев сократилась вдвое продолжает сокращаться именно ядро и об этом же говорит михаил дмитриев своих докладах то есть люди которые искренне и идейно поддерживают власть сократились вдвое за последние два года и продолжает быстро сокращаться все остальное это скорее такие знаете нейтрально колеблющиеся люди которые говорят ну да ну пусть будет эта власть но это уже не те сторонники на которых можно твердо положиться я просто не не я сейчас пытаюсь осознать то что вы сказали что такое идейно поддерживающие киев а значит суды этапя политика у каждого режима есть идейное ядро то есть люди которые убежденным что у них поддерживает потому что верит поддерживают потому что убеждены правильность вот таких в россии остается все меньше и даже общий рейтинг доверие сейчас находится на том же уровне что и год назад декабре это левада центр то есть на минимальном уровне но тут при этом то же самое исследование говорят о том что что электорат помолодел в поддержку Путина? Ну, знаете, может быть, он и помолодел, но он сокращается. Поэтому власть в этом году сделала все для того, чтобы разогнать протестное движение. Просто многие люди не готовы драться с ОМОНом. Многие люди не готовы платить 600 тысяч рублей штрафа. Многие люди не хотят сидеть в матросской тишине по сфабрикованным делам. Многие люди просто разочаровались в самих выходах на улицу, потому что выходили 10 раз за год и ничего не добились. И просто людей трудно очень смотивировать. Давайте выйдем 11 раз, глядишь, что-то изменится. Но сокращение людей на улицах не означает, что ушло недовольство. Вот мой тезис. Недовольство продолжает расти. Владимир, скажите, а что по-вашему может сподвигнуть людей в наступающем году снова выйти на улицу, хотя бы в тех же количествах, как это было в прошлом декабре? Так а может быть вообще дело не в том, что нужно выходить на улицу? Владимир говорит о том, что есть некий ресурс. Вот цель. Вот как мобилизовать этот ресурс? Стратегия должна состоять из трех вещей. И не надо все упирать только в улицу. Упираться в улицу. Как мы видим, одна только улица дело не решает. Моя формула такая. Улица, выборы, пропаганда. К улице надо добавить активное участие в региональных выборах. Я хочу напомнить, что почти в 70 регионах 8 сентября в следующем году пройдут губернаторские областные, краевые и местные выборы. Будут выбираться мэры, крупность городов. И так далее. И вот наша партия, РПР Парнас, мы готовимся к этим выборам предметно и серьезно. И бороться за изменения нужно не только борясь за шествие внутри Садового кольца, но и по всей стране. И третье, это пропаганда. Это рассказ о том, что делает власть. Но самое главное, рассказ о том, что мы предлагаем стране, какая наша содержательная альтернатива, какой образ будущего есть у нас. И вот если все три составляющие мы активно задействуем, то есть улица, выборы и пропаганда, тогда я верю, что будут результаты, будут изменения. Владимир, а какую роль вы к Координационному Совету в данном случае отводите в следующем году? Попытка объединения Вы знаете, я не участвовал в выборах Координационного Совета и я не разделяю, я слышал часть вашего разговора о том, что это какое-то важное событие и какая-то важная инстанция. Я не вижу пока этой важности. По-моему, наоборот, Координационный Совет сузил протестное движение и сузил управление протестным движением. И в частности, в нем не участвует ни одна крупная партия, что тоже его ослабляет. Поэтому я вижу Координационный Совет просто как один из элементов этой стратегии, как одного из субъектов, но далеко не центрального и не самого главного. Если мы действительно хотим добиться перемен, то коалиция должна быть как можно более шрубой, как можно более серьезной. Владимир, Вы назвали три составляющие успеха, возможного успеха в 2013 году. Перечисляю. Улица, выборы, пропаганда. Идем по пунктам. Улица вам не принадлежит, ее контролируют власти, согласовав или не согласовав тот или иной митинг. Выборы. Вы сами говорили о муниципальном фильтре. Да не допустят вас. Есть рычаги, правильно? Второй тоже вычеркиваем. Пропаганда. Слушайте, вы хотите против пушек федеральных телеканалов что-то выставить, что ли? Илья, вы знаете, это вопрос же морального выбора. Вот вы видели наверняка фильм «300 спартантов» Зака Снайдера, да? Там ведь тоже у них не было шансов. Там против них была 300-тысячная армия к сердцу, а их было 300 спартантов. И они два дня держали этот проход. Потом их всех убили. Понимаете? Но они делали то, что должны делать. Да, на улице они могут арестовать, сделать провокацию, всех задавить куда-то и так далее. Да, на выборах они все могут социфицировать. Я в этом убедился в Барнауле и Саратове, где возглавлял два списка в октябре. Да, в пропаганде у нас очень слабые возможности. Это интернет и несколько радиостанций. Но делать-то все равно надо. Если, понимаете, под лежачий камень вода не течет. Если мы просто скажем, ну, на улицах не получается, на выборах не получается, пропаганда у нас не получается, ну, тогда что, повеситься и умереть? Ну, смешно. Спасибо большое. Владимир Рыжков, сопредседатель РПР Парнас. Мы заканчиваем тему оппозиции в 2012 году и переходим потихонечку к следующей, которая, в общем, тоже перекликается с только что обсужденной нами. Я предлагаю, друзья мои, вот о чем поговорить. Три важнейших волеизъявления граждан произошли в мире в 2012 году. А. Президентские выборы в Российской Федерации. Б. Президентские выборы во Французской Республике. И В. В. В Соединенных Штатах Америки. Три крупнейших государства. Каждая по-своему показали, как это может быть и к каким последствиям это может привести. Вот, навскидку, друзья мои, ваши эмоциональные впечатления от трех этих событий. Ну, как минимум, они отличаются друг от друга. Ну, как минимум, страной, да? Как минимум, страной. Языком возлеизъявления. Языком возлеизъявления. Кандидатами, которые соревновались в этих выборах. Ну, и, соответственно, как минимум, они отличаются процессом. Ну, давайте сравним такую деталь. это, собственно, даже не выборы, а процедура инаугурации. Вот, то, что запомнили все. Вот, вы знаете, когда Владимир Путин вступал в должность президента, вся эта торжественная церемония началась со знаменитого проезда президентского кортежа по улицам Москвы. Особенно впечатляла вот эта панорама уже около Кремля, когда не было заметно ни одного человека и даже, как мне показалось, ни одной пролетающей птицы, пока ехал кортеж. А вот Франсуа Ланд, когда вступал в должность, он ехал не на Мерседесе, а на автомобиле марки Ситроен, а он двигался в общем потоке и останавливался на всех светофорах. Представляю, я Путина Влади. Это такая... Ну, нет, президенты сейчас разрабатывают новый лимузин. Но, вот, понимаете, казалось бы, при массовой поддержке избирателей президенты должны встречать ликующие толпы. Мы можем вспомнить знаменитые кадры советской хроники, я уж не говорю про встречу Юрия Гагарина, но, во всяком случае, пионеры с флажками, а также студенты и прочие трудящиеся, они, вот, я жил на Ленинском проспекте тогда, каждая процессия из Нукова обязательно люди выстраивались. всякая радость и ликование из окон по домов. Тут почему-то ликования не было. Вот это мне показалось странным, потому что... Я должен сказать, Миша, не только тебе, это показалось странным многим, и действительно ожидали, что большинство же выбрало своего лидера, вот, выходи, большинство, празднуй, но, к сожалению, мы на пути от Белого дома, нашего дома правительства до Кремля, не увидели ни одного человека. Давайте послушаем мнение экспертное отчет, если, конечно, Федор Лукьянов еще с нами на линии. Федор, добрый вечер. Нет. Значит, мы попробуем его вызвать чуть-чуть, он вроде как сейчас в метро. Штука в том, что это как бы визуальная сторона, результата выборов, к которым пришли те или иные страны. Франция, Соединенные Штаты и Российская Федерация. А что было после? Вот смотрите, после выборов в Российской Федерации наступили вот эти вот как-то контрнаступление его называют. Закон об иностранных агентах, о клевете, больше двух не собираться и так далее. Многие назвали это реакцией. Ну, да, да, реакция, да. А власть это говорила, просто у нас другая политическая реальность, и мы должны защитить граждан при вот таких ситуациях, которые ранее были нашей стране не свойственны. А возьмите Францию. Закон социалиста, а это, по-моему, был только второй социалист избранный, о том, что 75% своих доходов граждане Франции, получающие более одного миллиона евро в год, должны отдать. Кстати говоря, сегодня... Сегодня сокрушительное поражение. Сокрушительное. Но он же это сделал. Да. Алан-то обещал на выборах, и он это сделал. И потерял Депардье. Ну, потерял. Так нет, он потерял еще владельца Луи Виттон, там... Да, да, да. Богатейший человек. Богатейший. Но многих богатейших людей... Он на этот конфликт пошел. Пошел, да. Пошел. Он обещал, он сделал. Он сделал. Это делает ему честь. Да. Ну, и в Соединенных Штатах этот, так сказать, вечный разговор о медицинской помощи, о страховке и так далее. То есть все... Мне интересно, как наши... Вот какие ожидания у граждан от президентских выборов в сравнении с тем, что там и что у нас? Вот, ну, вы тоже избиратели, да? Вот ваши ожидания оправдались? Ну, во всяком случае, то, на чем была построена предвыборная кампания Владимира Путина, вот те тезисы, они, ну, если не реализуются в полной мере, то видно, что власть требует их реализации. Мы знаем все скандалы в правительстве, когда у нас глава Минрегиона ушел в отставку именно за то, что его министерство не выполняло поручения президента, которые были изложены в предвыборных статьях Владимира Путина. То есть, в общем-то, власть требует от своих... Ну, то есть, высшая власть требует от своих подчиненных каких-то действий. Я же сказал, давай. А в предвыборной программе Владимира Путина было очень много социальных обещаний. Именно социальных. Так же, впрочем, как и у Обама. Он же активно, он активно двигается по стране, причем его активности может позавидовать каждый гражданин нашей страны, поскольку лично я такой энергетикой не обладаю. Возможно, у него есть секреты, каким образом можно оказываться в одни сутки в разных концах нашей необъятной Родины, которая занимает шестую часть уже, в общем-то, земли. Но, тем не менее, он это делает. Надо отдать ему должное по сравнению с предыдущими президентами, совсем предыдущими до его первого восхода на эту должность. Он весьма здорово с этим справляется. с активностью у него все в порядке. Но, вот Илья правильно совершенно говорил о Франсуа Оландии, вот он сказал и почти мгновенно это сделал. То есть, там результат очень быстро, вот этот срок от обещания до воплощения, он сжат, он короток, люди это видят сразу. Окей, сегодня конституционный суток. зависит от этого, что и люди более требовательные, чем наши страны. Другая политическая культура, друзья. Наши обещания растянуты во времени на срок обязательно после окончания первого президентского срока. Вот, я вам обещаю, что через 7 лет будет это. Город. Город. Ну да, может, это может быть... Вспомнит, что было 6-7 лет назад. У нас Бастилии нет. У нас все короткое. Ну да. Вот у французов был положительный опыт. Давайте все-таки послушаем, что по этому поводу, ну вообще по выборной теме, президентской выборной теме, думает главный редактор журнала России в глобальной политике Федор Лукьянов. Все три выбора, равно как и смена власти в Китае, какие бы программы они ни выдвигали, пребывают в состоянии неопределенности и они в общем не способны выработать какую-то стратегию. Не потому, что они плохие, а потому, что стратегии сегодня вообще невозможны. На перспективные планы устаревают в момент, когда они обнародуются. И это абсолютно универсально. Это свойственно Америке, несмотря на всю ее мощь. Тоже касается Франции, потому что Франция очень зависима от того, что будет происходить в Европейском Союзе в целом. И абсолютно в том же положении России, даже больше, потому что Россия вообще пришедшая, вернувшаяся на пост президента Путин, я думаю, прекрасно понимал, когда возвращался, что он берет на себя ответственность за ситуацию, которая, в общем, не вполне может контролировать. Вот это вот всеобщая неуверенность и неспособность выстраивать долгосрочные планы, пожалуй, то, что объединяет всех, кого бы то ни было, будь то президент США, Китая, Южной Кореи, Франции, Россия, или каких-то небольших стран, все они в равном положении. А вот я бы, честно говоря, не согласился с этим комментарием Федора Лукьянова, потому что мои друзья, которые за две недели до выборов Соединенных Штатов имели возможность просто выпить кофейку со своими американскими коллегами, хохотали над ними, потому что на вопрос, ребята, а вы что, не знаете, кто у вас следующим президентом станет? Причем это, так сказать, были тех, кому этот вопрос был адресован, весьма высокопоставленные люди из числа журналистского стаффа Соединенных Штатов Америки. Ну просто вот реально очень высокопоставленные. Они говорят, конечно, мы не знаем. И наши начали хохотать. Наши-то всегда знают. А мы-то уже за год знаем, кто у нас станет президентом. Поэтому, что касается неопределенности на будущее, ну, возможно, это касается Соединенных Штатов Америки с их несовершенной демократической системой. Или Франции, где они тоже не знают, во втором туре победит Николя Саркази или Франца Оланд. А мы-то знаем заранее. И теми действиями, которые президент Российской Федерации, по его мнению, удерживает ситуацию, это те все самые законы, да, по, так сказать, по стабилизации ситуации, политической ситуации в России. Он делает ситуацию предсказуемой. И в этом ему нельзя не отдать должное. Стратег? Он действительно контролирует ситуацию. А при этом президенты или будущие президенты Америки становятся ближе к народу, потому как каждый из них ездит по штатам, каждый из них из кандидатов общается с народом, рассказывает, что он хочет сделать, как он это хочет сделать, и использует не только наземные виды транспорта, но и электронные. Ходят в сети, рассказывают там и собирают те самые пресловутые клики, твиты, лайки и все, что можно взять для того, чтобы предугадать, посчитать и сделать какой-то прогноз для себя самому, где мне нужно еще подсветиться, в каком штате мне нужно поработать активнее и какую часть электората на себя сманить на свою сторону, на свою программу. И там вот действительно видна борьба, как мне кажется. Ну, другая политическая культура с этой точки зрения у нас все действительно гораздо стабильнее и вот именно стабильность это главный постулат и Владимира Путина и нашей власти в последние уже 12 лет. Мы боролись за стабильность, она у нас поведилась. Миша, помнишь это? Кстати, что касается общения с электоратом, ну, самое показательное это то, что было совсем недавно, это пресс-конференция нашего президента, которая сразу после послания к федеральному собранию, конечно, пресс-конференция была гораздо интереснее. Фильтра, мне кажется, было меньше, нет? Или люди стали хитрее? Люди стали отчаяния, по-моему. Судя, по крайней мере, по тому вопросу второй, так сказать, из АИФа, да, парень-то, который усыновил тоже ребенка, который просто сказал, так сказать, людоедский, вот сама вот это вот определение, людоедский, это уже от отчаяния. Да, возможно, но отчаяние толкает людей на откровенность, они пока не переходят, слава богу, к активным действиям, может быть, и не слава богу, я не знаю. Что касается... Но говорить уже начинаем. Прости, я тебя опять перебью, я вспомнил, что я хотел сказать, только ты говоришь о стабильности, как, сказать, главный довод, помимо, значит, рождаемости, да, что еще у нас у власти хорошо получается, это стабильность. И когда президенту, корреспондент Первого канала, не больше, не меньше, задал вопрос о нашей судебной системе, какова она? И президент, ну, у нас судебная система, и дальше трехсекундная пауза, он подбирал слово, какая же она, какая стабильная, сказал. Стабильная, она существует, она действует, действует стабильно. Все правильно, правильно, везде свои плюсы и минусы. В Штатах приходится бороться двум примерно равным по силам кандидатам, у которых есть примерно одинаковое количество денег в предвыборном фонде, на них, на обоих работает колоссальный предвыборный штаб, и вот там борьба, да, примерно равна. Кого у нас можно сравнить с Владимиром Путин? Это вообще катастрофическая проблема моей страны. Высоцкий о ней уже спел, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, нет лидеров. Вот я не знаю, как так получается, но ни в оппозиции, ни в псевдооппозиции, ни во власти никто не высовывается. Я не понимаю, почему. У вас есть ответ на это? Ну, мы можем только догадываться. Для того, чтобы развернуть в России полноценную политическую борьбу, это надо создать какую-то партию, которая по силе окажется хотя бы примерно равна партии власти, то есть единой России. И по количеству. И по количеству. Дело в том, что наше законодательство партийное, оно построено таким образом, что создание большой партии требует очень серьезных денег. Где взять тех бизнесменов, которые помогут материально при создании партии? Кто рискнет? В скобках ты написал слово сумасшедших бизнесменов. Все. На этом можно заканчивать всю политическую борьбу. И поэтому наша оппозиция... Один попытался, сидит. Ну, да. Надо отдать должное, что попытка-то была. Он, правда, не создавал свою партию. Он пытался заручиться поддержкой другой партии. Нет, он депутатов на зарплату хотел посадить. Именно. Но вот ему быстро объяснили, по каким правилам здесь все устроено. Кто же не хочет повторить его судьбу, поэтому-то, может быть, и не пытаются. Вот и все. Поэтому в Штатах соревнуются более-менее равные. Во Франции была Бастилия, а у нас есть Чуров. У нас еще был Прохоров, который очень красиво развел всех, скажем, собственную персону. И вроде как и участвовал. Вообще, это очень весело, мне кажется, тем людям, которые создают избирательные технологии, в очередной 500 веселый раз разводить нашу либеральную общественность. Кого бы еще поставить, чтобы их развить? Они ловятся. Вот что самое смешное, они, а, вот теперь он будет нашим спасителем. Настоящий, либерал, миллиардер, конечно, наш. Высокий, красивый, девушки, красивый, по-английски говорит, да прекрасный же человек. Тем не менее, все-таки сроки суммируются, и усталость человеческая никуда не денется, ведь когда-то придется уступить. Когда-то придется, но те действия, которые предпринимает наша власть, как мне кажется, они направлены на постоянную невротизацию населения. Человек, который, вот главная забота которого это выживание, это повседневная боязнь за благополучие своих близких, за устройство детей, там, я не знаю, в детский сад, в школу, в университет. У нас проблемы сейчас с образованием, у нас проблемы с медициной и т.д. У нас все это прекрасно знают. И вот человек, который занимается только этим, ему не до чего больше. Ему не до чего. Ему не до политической борьбы. И поэтому наша либеральная вот эта вот прослойка общества, вот она как девушка, она такая влюбчивая, вот она то в Прохорова, то еще в кого-нибудь влюбится, да. А остальное население, они, конечно, посмотрят пресс-конференцию Путина, покачают головой и, может быть, даже поругаются. Да, как вот нам говорил Владимир Рыжков, уменьшится это ядро идейно поддерживающих, но это ни на что не повлияет. И будут жить дальше. А я еще хочу на секундочку вернуться в историю и вспомнить о том, что у нашей страны есть многолетний опыт, многолетних, двадцати и более летних сроков, ну, не президентства, так руководства нашей страной. А известно, как история ходит по спирали, поэтому, как знать. Ну, Романовы 300 лет сидели и даже больше. Например. Значит, у нас еще одна в двенадцатом году была интересная инновация, а именно создание такого явления, которое сейчас называют Большая Москва. Не знаю, сформировалось ли в вашей голове, друзья мои, что-то конкретное по поводу этого слова сочетания Большая Москва. Я просто, когда это вижу на карте, я пока не понимаю, что это такое. То есть, территория стала в 2,4 раза больше. Зачем это нужно, пока не понятно. Нет, ну, есть, конечно, версия чисто экономическая, что это такое. Но, хотелось бы и на эмоциональном уровне это понять. Зачем? Может быть, нам журналист Александр Минкин поможет высказать свою точку зрения по этому поводу. Александр, добрый вечер. Здрасте. Я тут слушаю вас. Мне гораздо интереснее было бы про буйство поговорить. Я не хочу вас ограничить. Если есть, что сказать, скажите, но и про Большую Москву. про Большую Москву я могу сказать, что я думаю. Я ничего не знаю специального, потому что мне никто никаких секретов не рассказывал. Но я думаю, что это просто воровство. Это грандиозное воровство. Ничего такого исторически важного, государственного, идейного в этом нет. Они просто взяли землю очень, очень задешево. Она моментально стала значительно, в разы стоить больше. Вот и весь их интерес. А Медведев ну просто он же не понимает, что он делает. Он решил, что это интересно, хорошо. Он зимнее время отменил, думал, что хорошо. Он сдвинул часовые пояса. Ну он такой, он не понимает. Ему подсовывают, он делает. Вот ему подсовывают, будет большая Москва. Он подумал, как интересно, я войду в историю как создатель большой Москвы. Все. Просто воровство. Он вошел в историю как создатель полиции вместо милиции. Это уже, я считаю, очень серьезно. Да. Ну как бы, да, в историю ты вошел. В историю закрепиться может. всем нам я попытаюсь объяснить, это одна из версий, зачем все это нужно. Александр, вы тоже послушайте, может быть, выскажите свое мнение по этому поводу, согласны или нет. Значит, в чем штука? Москва застроена до нельзя. Ой, послушайте, дайте я вас на секундочку остановлю. Я три слова сказал, Александр сразу не спросил. Да, потому что вы нафиг говорите о Москве. Я живу в Москве. Я живу в Москве, подчеркиваю. У нас ни водопровода, ни канализации, ни газа нету, хотя с 85-го года нам это обещали. Сначала обещал, значит, 85-й год, это что, Горбачев? Назовите адрес, это что за место в Москве? Это Куркино, это Химки. Ни водопровода, Только это все-таки не Химки, понимаете? Химки это область. Конечно. А мы живем в Москве, формально в Москве, формально это Москва. И у вас нет ни газа, ни... Послушайте, я вам серьезно говорю, ни газа, ни водопровода, ни канализации. Откачка приезжает раз в две недели. За е... Господи, как это называется по-русски? Мы замучились вызывать откачку. Вот. Это такой частный сектор Москвы. Да, в Москве есть деревня. И вот представьте себе, я в старой Москве, и то без этого всего. Теперь они хотят в два с половиной раза увеличить этот город. И что? Вы думаете, значит, что происходит в области московской? Со страшной силой вырубаются леса, вот так, как воевали с Кавказом в 19 веке. Вот когда Ермолов, значит, там, вырубал леса, чтобы избавиться от горцев, чтобы они не могли спрятаться в зеленке. Вот. Вот сейчас вырубается Подмосковье, чтобы застроить коттеджами. Застроить, застроить. Без дорог, без детских садов, без школ. Просто сумасшедший дом. У нас здесь, где мы живем, вырубили заповедный лес. Заповедник. Заповедник с какими-то невероятными орхидеями из Красной книги. Потому что фамилия застройщика Винер. Вот и все. Значит, у вас в голове вертикаль власти, а на местах это хищники. Абсолютно. Но, смотрите, может быть, это решение о расширении Москвы, оно как раз и приведет ситуацию к более-менее приличному виду. Что я имею в виду? Увеличивают вольер для хищников. Понимаете, хищники будут дрессированы. Вот в чем штука. Они будут делать то, что им скажут. Забудьте. Забудьте. Ну, послушайте. Александр, а почему бы не увеличить... Потому что хищники, даже если их возьмешь маленьким этим медвежоночкам, и то сложно приручаются. А уж если это матерые волки, то не приручаются. И все-таки, может быть, проще было бы уже городскими конгломератами развиваться. Ведь есть ряд городов, которые практически примыкают к Москве. То же Одинцово, то же Матищево, Балашихо, Люберсо и так далее. Вы сами увидите. Если они не могут справиться с той Москвой, какая есть, как они справятся, когда она ставится в 20,5 раза больше. Что касается... Все-таки, мне ужасно хотелось бы высказаться по поводу вот того, о чем вы говорили, когда я вас слушал. Так. Смотрите, люди, когда вы говорите, вот они боятся за будущее, тра-та-та, люди были менее обеспечены в 90-м году, но они выходили на улицу по 800 тысяч, а то и по миллиону в Москве. Сколько раз, Александр? Несколько. Достаточно, чтобы сделать погоду политическую. Вот. Дальше. Радикальные изменения по сравнению с прежними временами в том, что сегодня люди сидят дома и получают все дома. Уже, вот если в Афинах во времена там, я знаю, Ликург и в Москве во времена Ленина или в Петербурге, чтобы что-то узнать, нужно было пойти на площадь. На дом ничего не приносили. Радио не было, телевизора не было, интернета не было. Мужик, если он что-то хотел узнать, он шел на площадь, там лускал семечки и слушал. Сегодня доставлено все на дом. И сегодня оторвать человека, который вырос прижжем к дивану, он вырос уже на диване, ему все доставляется. Авария самолета, вот тебе на дом. Вот эти митинги, вот тебе на дом. Утрачено, поэтому так трудно поднять людей. Прохоров ли, не Прохоров ли, они могут им интересоваться, глядя в телевизор или в интернет. Но на улицу пойти, это совсем другая история. В свое время Явлинский, когда там обделяли их комитетами в Думе, я помню, как он сказал, еще яблоко было в Думе, Явлинский сказал, за нами что-то такое, что ли, 4 миллиона, он сказал, имею в виду избирателей, избирателей, которые проголосовали за партию яблока. Я тогда написал, вы извините, 4 миллиона опустившие бумажки в урну, это одна история, а 4 миллиона, которые за вами выйдут на площадь на штыки, нету. Даже и 500 не найдется. Это правда, это правда, таких мы не найдем, такими цифрами уже давно наша политическая действительность не оперирует. Значит, что касается большой Москвы, все-таки скажу, почему это все сделано, буквально 30 секунд, друзья, и тему мы закрываем. Все застроено, машина, строительная машина, условная, большая, она все равно ест. Она остановилась. Нет. Внутри Москвы. Ну да, вот дальше перспектив развития нет, а эта машина должна куда-то ехать, иначе она рассыпется, заржавеет. Вот то, что мы огромный еще кусок, размером с целую Москву и даже больше, назвали Москвой и сказали, что здесь это будет, и это Москва, и здесь все дороже. Этот океан денег, вы можете нырнуть вот сюда, рядом бассейн, он тоже называется Москва, это дает новый импульс развития нашему городу. Так, по крайней мере, считают. К этому стремятся. Тем не менее, в мэрии заявили, что территория, которая включает в себя 75 тысяч гектаров лесного массива, по постановлению принятому той самой мэрии останется охраняемой зеленой территорией. Слушайте, это, конечно, все прекрасно, все эти обещания, все эти намерения и т.д. Смотрите, что произошло. У нас вымерла деревня, можно отъехать 100 и дальше километров от Москвы и обнаружить просто уже фактически исчезнувшие деревни. Там, где еще вчера детские голоса были слышны буквально 10 лет назад, сейчас остается там по 2-3 жилых дома. Это все уничтожено, малые города не развиваются, но зато все стремятся в Москву. Все. Причем не только из России, не только наши граждане, но, как мы знаем, и вся Средняя Азия, Закавказье и т.д. Мы до каких пределов будем увеличивать Москву? Она в нее войдет потом в Смоленскую Российскую Федерацию, в Рязанское, в Тульское. И в результате Москва будет проходить по границе Москвы, вот МКАД у нас будет на границе с Украиной. Мы когда-нибудь туда упремся. У меня такое впечатление. Почему бы и нет? У нас есть японский пример. Ну, есть к чему стремиться. У меня других комментариев нет. Значит, смотрите, вот что еще хотелось бы успеть обсудить. Трагедия, которая случилась в июле. Краснодарский край. Наводнение. Погибли по официальным данным 171 человек. Это случилось буквально все за одну ночь. Никто до сих пор не может точно сказать, почему. Да, осадки были там за одну ночь, за несколько часов, трех-пяти-месячные осадки, нам говорят. Но 7-метровая волна, по мнению некоторых экспертов, не могла возникнуть ни от каких осадков. Потому что тогда просто должны были разверзнуться хляби небесные и просто, вот сказать, сплошным потоком это должно было сверху на нас ринуться. И до сих пор существует подозрение в том, что где были какие-то спуски воды из Неберджаевского водохранилища. Я эту тему обсуждал много раз. Я тоже подозреваю, что не без этого. Хотя есть мнение, что где русла рек, которые там с гор стекающих, они были всяким хламом закиданы. И вот где этот хлам на одном из мостов, может быть, просто перекрыл где-то на какое-то время возможность стечения воды, а потом его прорвало. То есть не дамбу там наверху, а где-то чуть ниже какой-то мост, который был... Мусор. Мусор. Обычно человеческое... Может быть и так. Не знаю. Но, значит, штука в том, что из обсуждений технических подробностей все это переросло в нравственную трагедию после того, как было стихийное бедствие в Соединенных Штатах. Ураган Сенди. И то, как там это все обслуживалось и как власти себя проявили. И мы поняли, что, в общем, мы живем в разных реальностях, конечно. В разных мирах. В разных мирах, да, на разных планетах, что ли. Я не знаю. Ну, давайте послушаем, что об этом думает Антон Носик. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, поделитесь, вы же помните, что в Краснодарском крае и в сравнении с тем, что в Соединенных Штатах. Какие у вас мысли по этому поводу? Ну, вы понимаете, то, что происходило в Краснодарском крае, полностью вписывается в общее мироощущение человека, живущего в России, когда погибли люди только потому, что им никто не считал нужным сообщить об угрозе, с которой связано их проживание. Даже, когда эта информация была, это всегда это повторяется, и Чернобыль, и другие истории, да, как была возможность оповестить людей, никому не пришло в голову, что их надо оповещать. А потом, когда уже все случилось, и люди погибли, и выходят к микрофонам власть и говорят, вы что думаете, мы их должны были оповещать, мы должны были оторваться от наших задач властвования, и оповещать людей о том, что им грозит смертельный ответ. Вы серьезно думаете, что власть раньше для этого? Вот это как бы совершенно уже естественно. Мы же понимаем, когда человек это говорит, он действительно не понимает, что от него кто-то ожидал, что он придет и спасет. Ему кажется, дикой, качественной, он там чтобы властвовать. Но смотрите, он же все это действительно, вот эту фразу, которая стала крылатой в 12-м году, вы что думали, мы каждого должны обойти? Это сейчас даже крутят по всем радиостанциям эту фразу, ну действительно, сейчас, спустя несколько месяцев, это кажется сумасшедший дом. Конечно, каждого. Но он же эту фразу не побоялся, людям, у которых вообще все смыло, у которых родственники погибли, он им не побоялся это сказать, и они его не разорвали. Почему? Смотрите, его без стыдства, а сегодня уже, значит, Астахов выходит перед микрофоном, 46 детей мы оставили под Новый год без семьи. Это люди, про которых все документы были, что эти инвалиды поедут в Америку. Эти все, значит, усыновления мы расторгаем к новогодней елке. Глядя прямо в глаза людям, и не стыдно, да, без стыдства, оно имеет свою опьяняющую магию, да. Вот такой же... Да люди-то почему это делают? Вопрос в том, Антон, почему мы все это, так сказать, спокойно на это смотрим? Мы, как журналисты, цинично на это смотрим. Да. Да, это случилось. И что? А люди все это вообще, как бы, ну да, вот пришел начальник и сказал, что ну не каждому, конечно, не каждому. Что мы можем сделать? Ну, ну, как бы, мы строим в России какое-то общество, в вялой надежде на то, что там приведутся какие-то демократические институты, типа там выборов, да, сменяемости власти демократической и так далее. И, в общем, все же истории учили, все знают, что будет, если эти институты не приживутся, да. Все знают, что происходило с этим самым начальником, который выходил к толпе и говорил то, что толпе не нравилось, когда не было механизма этого начальника демократически сменить. А он, в конце концов, голова его оказалась на пике. Антон, а как вы считаете, как вы считаете, возможен ли такой сценарий, когда власти страны будут брать на себя смелость, предупреждать народ о каких-то угрозах их здоровью и жизни, а народ будет послушен, слушать власть и выходить на улицы, не боясь оставить свое добро практически открытым и свободным. Когда-нибудь в нашей стране возможно такое? Абсолютно возможно, конечно. Конечно, безусловно, когда там обращаются с просьбой к людям, например, сдавать кровь, смотреть, сколько народ приходит сдавать кровь. И сдать кровь это все-таки немножко не то. Оставить свое жилище мародерам это гораздо страшнее. Не думают, что их позвали сдавать кровь, потому что вы же знаете, что есть кликуши, которые могут объяснить, что кровь сдает антихрист, да, для чего-то, душа живая. Возможно, свящие люди есть, да, которые не про антихрист в этот момент подумают, а подумают, что власть следует нас подтверждает о реальной опасности. Конечно, кто-то подумает про антихрист, что это дело его и, к сожалению, с нашим нынешним мракобесием, наверное, многие про антихрист задумывают. Кто-то и выйдет из домов и спасет. С надеждой на то, что вся эта крымская история нас чему-то научила, мы ее закрываем и переходим к следующему. Спасибо. Антон Носик был с нами на связи, высказал свое мнение относительно этой трагедии, которая случилась в июле в Краснодарском крае. Можно добавить одну маленькую реплику? Я когда сравнивал то, что произошло в Крымске и то, что произошло в Америке, вот, что меня удивило. В Крымске это не первое наводнение, это достаточно регулярное сезонное явление у них, такие крупные потоки, когда река из берегов выходит. Там были нарушены все нормы, водоотводы были засорены, там какой-то наиболее крупный был превращен в рынок и так далее. Это тоже сыграло свою роль. Люди почему-то не соблюдали элементарные правила безопасности. В Штатах, когда вышло штормовое предупреждение, то я смотрел это по многим и нашим каналам, и западным, прямые включения из Нью-Йорка, например, где стоит корреспондент, его спрашивают из студии, ведущий, что ты видишь на улицах? Люди ходят или машины есть? Он говорит, я вижу только машины специальных служб, то есть полиции, спасателей, пожарных и так далее. Людей нет, такси нет, ничего нет. Все люди послушно сидели по домам три или четыре дня, по-моему, запасшись водой, батарейками и так далее. Можно представить в России, чтобы люди отказались от своих повседневных дел и перестали ходить по улицам? Знаешь, я не могу. Как об этом сообщить? Не знаю. Если, Никинс же говорит, что все мы сидим возле телевизора на диване, слушайте, если с первого канала мне строго-настрого скажут, так, сидеть дома, никуда не выходить, спецслужбы работают, чрезвычайная ситуация, выйдешь, можешь лишиться жизни. Ну, наверное, я бы тогда и не поднимал бы, так сказать, свою пятую точку с этого дивана и послал, потому что на кону моя жизнь. Давайте перейдем к... Ой, как мало у нас времени. Абсолютно фантастическая тема. Помните марсоход Curiosity? Конечно. Я, так сказать, по детским воспоминаниям луноходик у меня был. Счастлив был тот ребенок, у которого он был. Это было. И вот сейчас я вижу на фотографиях в интернете примерно такая же кракозябра, оказывается, уже где-то там на Марсе бороздит, снимки присылает, исследует почву и так далее. Но мои знания на этом заканчиваются. А я хотел бы знать действительно, каков масштаб этого события. Юрий Юрьевич Караш у нас на связи и он нам расскажет, что это такое за марсоход. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Добрый вечер. Ну, вы знаете, масштаб событий действительно очень и очень значительный. Кстати, ваша параллель с луноходом достаточно обоснована. Луноход он всего лишь на 50 килограммов весит меньше Кюрьосити. Кюрьосити он по своему размеру с мини-купер и весит почти 900 килограммов. Вот Луноход-2 в 73-м году прошел по поверхности Луны 37 километров. Кюрьосити пока прошел только 600 с небольшим метров. Но с учетом того, что у него плутоневая коробочка с ланчем, если можно так выразиться, которая... Ему есть чем подкрепиться. Да, в течение 20 лет. Так что он может, вы знаете, пройти и 100 километров. Да вы что? То есть он на такую длительность рассчитан? Я-то думал, что он скоро батарейка сядет. Я просто знаю, что у него нет солнечной батареи. Он действительно питается от того, что у него вставлено сейчас. Это ядерное питание. Это Плутоний-238. Его должно хватить лет на 20. То есть эта машина, она очень хорошо, очень прочно, очень надежно сделана. И у нее есть все шансы, как я уже сказал, проехать очень далеко. Ну, хотя ее средняя скорость 90 метров в час. И пока он еще совершает такие короткие пробежки. Проверяет, как у него там руки-ноги работают. Ну, под ногами я, конечно, имею в виду колеса, под руками и манипуляторы. Но пока все очень хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. И будем надеяться, что Curiosity, которая переводится как любопытство, вы знаете, это... Нет, не любопытство, давайте скажем любознательность. Любопытство это подглядывать за мышечную скважину, а вот любознательность это узнавать новое. Вот значит, что я очень надеюсь, что действительно Curiosity сможет нашу любознательность удовлетворить. Спасибо вам большое. Юрий Караш, член корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Он со своих высот познания в космическом мире рассказал нам о том, что такое вот этот марсоход Curiosity. И для меня было, конечно, что он на 20 лет рассчитан. Не богу. Это, представляете, как интересно. Это очень серьезно, конечно. еще 20 лет и присылать фотографии. Да. Великолепное совершенно событие года. Я считаю, одно из самых позитивных. Особенно, опять же, вот не хочется проводить таких сравнений с нашими реалиями. Да, у нас ракеты плохо летают, а вот этот вот долетел и теперь по Марсу ездит. И на 20 лет перспектив. И на 20 лет перспектив. Так, прерваемся на новости. После них опять продолжаем подводить итоги 2012 года.